Всем привет! Сегодня наше видео будет о покупочках. Первый раз вообще заказывала покупочки через интернет. Обычно всегда покупала все в магазине. А тут я зашла на сайт Ивановский текстиль. Прочла, что там натуральные ткани. Про Ивановский текстиль я уже наслышана была. Кристина уже заказывала там не раз вещи. И мне очень нравится качество. Я решила тоже заказать. Хочу вам сказать, конечно вещи я получила, они мне очень нравятся. Почему именно хлопок? У меня аллергия на синтетические ткани. Я предпочитаю носить натуральные ткани, особенно те, которые прилегают к коже. Я уже несколько лет ношу ткани только хлопковые. Трикотаж, хлопок. Смотрю, чтобы натуральные были ткани. Вот я решила сама зайти на сайт. Увидела там очень много хороших вещей. У меня глаза просто разбежались. И разные расцветки, и разные размеры. Я там сидела, выбирала, выбирала. Но я очень люблю туники. Я заказала себе аж 4 туники. Еще заказала костюм для спорта, там бриджи, футболочку, кофточку. Дочке заказала одеяло натуральный лен. Там наполнитель из волокон льна. Вот я вам хочу показать. Вот такая упаковочка, смотрите. Вообще, довольно-таки легкое одеяло. Хотя оно на двухспальную кровать идет. 200 на 215 размер ее. Ну, мы раскроем и посмотрим. А пока сейчас одежда. Мне не терпится одеть и показать вам одежду. Сейчас вы на мне видите, это туника. Я вам сейчас ее продемонстрирую, покажу, как она выглядит. Следующая вещь тоже туника. Смотрите, какая красивая расцветочка. Размеры есть разные. Я вам скажу, что заказала я размер тот, который у меня был. 50-52 размер. Но так как я сейчас худею, немножечко они на мне свободны. Но это хорошо, потому что домашнюю одежду я люблю, чтобы она не была в обтяжку, чтобы она нигде не давила, чтобы она просто на мне висела, как на вешалке, и нигде ничего не мешала. То есть, в принципе, я свой размер угадала. Ну, и потом лучше заказать чуть больше размер его, если что, можно ушить, чем будет маленький, будет где-то давить, и уже невозможно будет ее носить. Я когда получила посылку, я когда ее распаковывала, мне так понравилось, как она упакована. Одежда вся сложена аккуратненько. Каждая вещичка в отдельном кулечке лежит. И сама посылочка так вот хорошо прям вот упакована. Все культурно, все цивильно. Мне это тоже понравилось. Смотрите, какая туника, какая красивая расцветочка. Я взяла вот, мне понравился такой свежий цвет, и цветастая в то же время, и очень мягкие вот эти вот трикотажные ткани, они мне так нравятся. Ну, вот одну я взяла 50-го размера, для того, чтобы определиться, какой у меня сейчас размер. Остальные все 52-го размера. Смотрите, какая красота. Кармашки тут есть. По бокам. Сейчас я продемонстрирую, посмотрите, как она выглядит. Смотрите, еще одна туника. Тоже она выглядит, как платьичка. Свежая такая расцветочка. Тоже трикотаж. Вот нежная, очень мягкая ткань. Вообще, я выбирала еще такие туники, чтобы они были, выглядели, как платьичка. Чтобы можно было даже летом выйти, погулять во дворе, там, сходить в магазин. Ну, просто не только по дому, но чтобы не стыдно было вообще и на людях показаться. И при том, можно в них даже и сниматься. Вот я сижу, оно как платье выглядит. Хорошо выглядит. У меня, по крайней мере, появились обновочки. Теперь я буду в разных обновочках сниматься. А то одно и то же. Мне уже эти вещи все надоели. Новые захотелось мне покупать. Здесь, смотрите, бабочка большая, а на ткани бабочки маленькие. Ну, это же мило, правда? И вот этот цвет индиго, он мне нравится. Вообще, такой свеженький цвет. Я люблю такие вообще разные цвета, приятные глазки. Субтитры сделал DimaTorzok Еще я выбрала вот эту тунику, потому что мне понравился этот цвет. Он не просто, вот он не красный такой, а терракотовый, наверное, да, ближе. Вот. Ну, и надпись такая молодежная. В общем, я люблю такие вещи. И вот она как майка, вроде бы, да, Но и в то же время она идет по длине, не такая, как майка. Немножечко сзади идет удлиненная. Но это вы увидите на мне уже. Я одену и покажу вам, как это выглядит. Мне кажется, она мне идет, но вы посмотрите и напишите в комментариях, мне идут такие яркие цвета. Субтитры сделал DimaTorzok А вот футболочка. Я же решила, что буду заниматься, ну, не спортом, но гимнастику. Даже если дома буду делать, мне уже нужны какие-то футболочки, кофточки, бриджики заказала. И вот мне понравился такой приятный цвет морской волны. Ну, рисуночек современный, да. Видите, сзади она удлиненная идет. То есть не будет спина открываться. Ну, и тоже ткань вот эта вот приятная дышащая ткань. Мне понравилась. Мне расцветочка понравилась. Мне кажется, мне приятны такие расцветочки. Вообще, большинство вещей, которые я сейчас заказала, я уже, когда их увидела вот в одной куче, я обнаружила, что они все в основном оттенка такого серого, голубого, ну, что-то вот в этом духе. Ну, хочу сказать, мне приятны такие вещи. То есть мне приятны такие цвета. Вот это видно, не знаю, может быть, от настроения зависит или что. Мне кажется, вот такие цвета для моего возраста, это нормально. Это такой вот он, цвет мне неброский. И в то же время приятны для глаза. Ну, в общем, это мой выбор. Если среди вас есть стилисты или кто-то моделиры, кто разбирается вот в этих всех, в одежде, в вещах, может быть, вы можете подсказать, какие цвета мне еще могут подойти, какие мне цвета еще можно выбирать. Но пока я выбираю то, на что у меня глаз лег. Вот такую кофточку заказала. Очень приятная ткань. Это тоже хлопок, но более тонкая ткань. И она такая вот прям нежная, даже, можно сказать, прохладная. Вот рукой трогаю прохладная ткань. Для лета это будет то, что нужно. При том, что я уже, так как возраст уже постарше у меня, я стараюсь, чтобы у меня плечо было прикрыто. Чуть-чуть ниже, чтобы был рукав. Вот. Здесь как раз рукав, это то, что я ношу летом. Вот сейчас я ношу такие рукава. Сильно открытые, это уже прям, когда совсем жара, и то в основном по дому хожу. А вот на улице, на люди я вот выхожу уже вот с таким вот рукавчиком. То есть, чтобы плечико было прикрыто. Все там веснушки и все такое, чтобы это закрывало. Но мне здесь очень нравится вот эта ткань. Ну и расцветочка тоже мне это понравилось. И потом я подбирала еще бриджи для того, чтобы заниматься дома спортом. И, в общем-то, я подобрала бриджи, повсточку вот эту и футболочку, чтобы они были где-то в приблизительных тонах, чтобы я могла их вместе как бы сочетать. И как спортивный костюм, даже если я пойду в спортзал, чтобы выглядеть прилично. Ну вот такие бриджики. Бриджики я заказала размера 52-го. Они на мне немножечко свободны. Но, может быть, это и хорошо, чтобы они нигде не давили. Но так как я уже похудела и худею, дальше продолжаю. В следующий раз я еще закажу поменьше размер бриджи. Я думаю, что, наверное, в следующий раз я еще закажу каких-то туник, каких-то еще костюмчиков. Но к тому моменту, наверное, у меня размер, может быть, на два размера уже будет меньше. Но на размер меньше я сейчас это точно. А я заметила, что размеры у них прямо совпадают точь-в-точь именно с нашими русскими размерами. Потому что сейчас очень много появилось вещей, которые я даже не могу понять, какой размер. Я смотрю 52-й, я меряю, а он мне жмет, допустим, в магазине. Разные вещи с разных стран они могут быть или разные пошивочные цеха шьют. Но, в общем, размеры не совпадают. Очень часто маломерки встречаются. Поэтому я не стала рисковать. И я заказала в основном свой 52-й размер. Несколько вещей 50-го размера. На всякий так случай. Но, хочу вам сказать, размеры в размер совпадают. Поэтому уже можно точно заказывать именно свой размер, если вы точно его знаете. Следующий у меня идет костюмчик. Такой спортивный костюмчик. Он тепленький. Рукавчик на три четверти. Он с начосиком внутри. Приятный такой нежный для тела. И это стопроцентный хлопок. Тоже взяла такой костюм 52-го размера. Кофточка, блузочка. И брючками сделано. С кармашками. Ну, мне понравился такой серенький цвет. Вообще, костюмы спортивные почему-то у меня все вот именно такого цвета. Я не знаю, почему у меня спортивный костюм. Именно вот хочется такого цвета. При том, что у меня есть теплая кофта с капюшоном. Тоже такого цвета. Она еще подойдет сюда. То есть, я полностью укомплектована. Можно идти на природу или куда-то там ехать на базу отдыха. Ну, если вот будет уже весна, будет уже не так холодно, а еще чуть-чуть прохладно. Или там вечерком, можно будет выйти, можно спортом позаниматься. Ну, в общем, спортивный костюм я себе взяла. Такой новенький, свеженький. И он очень весь приятный. Изнутри приятный. С ночосиком. Приятная ткань вообще такая. И то, что я знаю, что это хлопок, теперь я спокойно могу это одевать. И знать, что не буду я чесаться, не будут у меня жжения на коже. В общем, все у меня будет хорошо именно в плане натуральности ткани. Ну, это еще и молодежная расцветочка. Моей дочке очень понравился этот костюм. Она тоже себе такой хочет. Моей дочке очень понравился этот костюм. Трусики я заказала трое трусов себе, трое дочке. Трусы я себе заказала размер 52-54. Дочки 42-44, мы их померили. Они подошли нам именно по размеру точь-в-точь. Поэтому это тоже выбирайте вот именно по своему размеру, который видите. Музыка. На сайте огромное количество разных трусиков, разных размеров, разных расцветок. Выбирайте, заходите на сайт, выбирайте то, что вам нравится. Вообще на сайте очень много-много. Там есть постельное белье, там есть и разные одеяла с разным наполнителем. Все из натуральных тканей, из натуральных волокон сделано. Поэтому ссылочку на ивановский текстиль я оставлю внизу. Заходите, смотрите. Я думаю, что вы там тоже обязательно себе что-то подберете. Я еще раз буду заказывать обязательно себе что-то из вещей. Сейчас я сделала такой пробный шаг для того, чтобы, во-первых, определиться с размерами. Соответствуют ли их размеры тем размерам, которые я имею представление о себе. Все соответствует. Вот еще одна большая покупочка. Я хочу сейчас распаковать и посмотреть, как выглядит это одеяло. Сейчас я вам покажу. Очень хорошо вот это, что оно в такой упаковочке. Это натуральный лен. Двуспальное одеяло. По краям оно обшито. И оно не толстое. Вот почему я решила заказать дочке новое одеяло. Потому что старое одеяло у нее, оно толстое и тяжелое. И я решила ей одеяло другое поменять. Оно легкое, оно не толстое, натуральное, дышащее, экологичное. При этом оно для зимы и для лета подходит. Оно летом даже охлаждает. Можно накрываться, то есть оно не греет. А зимой, наоборот, греет. Сейчас я его разверну, покажу его, как оно выглядит на кровати. Субтитры сделал DimaTorzok Легкое одеяльце. Крутое! Класс! Воздушное прям! Можно дыньку им даже укрывать. Ну да. Ну все, я рада, что тебе угодило. Пожалуйста. Ну вот и закончились мои покупочки. Я вам все показала. Я очень довольна своими обновочками. Я как ребенок, который радуется новой игрушке, вот новые вещи появились. И я прям уже хочу их все переносить. Ну, по крайней мере, буду менять. Буду пробовать. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok